Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Шторм произошел 20 августа 2014 года в ионосфере над Северным полюсом. Его ширина составляла около 1000 километров, а сам он состоял из нескольких спиралевидных рукавов, вращающихся против часовой стрелки. Он бушевал около 8 часов, а затем медленно рассеялся. Механизмы и структура шторма поразительно напоминали знакомые ураганы, происходящие в нижних слоях атмосферы, но это была не вода, а вращающаяся плазма электронов. Ножницы сильных потоков плазмы хлистали по краям, в то время как центр, или «глаз» шторма, был намного спокойнее. Из-за внешнего сходства команда и назвала это явление «космическим ураганом». До сих пор не было уверенности в существовании ураганов из космической плазмы, поэтому наши доказательства представляют собой нечто невероятное, говорит Майк Локвуд, автор исследования, описывающего это событие. Тропические штормы связаны с огромным количеством энергии, а потому космические ураганы также должны быть вызваны необычайно интенсивной и быстрой передачей энергии солнечного ветра и заряженных частиц в верхние слои атмосферы Земли. Хотя он и произошел более шести лет назад, данный космический ураган только недавно был обнаружен международной группой ученых, анализирующих старые спутниковые данные. Наблюдения проводились с четырех метеорологических спутников, управляемых Министерством обороны США, после чего с помощью 3D-моделирования магнитосферы ученые создали объемное изображение шторма. Другие данные со спутников и радаров также были проанализированы, чтобы подтвердить детали события. Интересно, что космический ураган произошел в период низкой геомагнитной активности. Это скорее всего говорит о том, что подобные штормы могут быть относительно частым явлением не только над Землей, но и на других планетах в нашей Солнечной системе и за ее пределами. Плазма и магнитные поля в атмосфере планет существуют по всей Вселенной, поэтому результаты свидетельствуют, что космические ураганы должны быть широко распространенным явлением, уверяет Локвуд. С учетом того, что подобные вихри влияют на работу GPS, спутников и другой техники по всему миру, изучить их следует как можно более подробно.